Это происшествие на ОТВ в студии Алла Собрина. Ждет жена и двое несовершеннолетних детей. Обвиняемый в убийстве Эстера Альварес просит отпустить его из СИЗО домой. Объясняет, семья нуждается в кормильце, а здесь он якобы проводит время зря и мучается бессонницей. Толстовка, спортивные брюки и кроссовки. Эдуард Краузен, а публике не появлялся около двух месяцев и сегодня предстал в новом образе. Не халеного матью, а сняка располневшего и утомленного арестанта. Короткая стрижка на лице щетина, синяки под глазами. В зале суда просит слово. Объясняет, у него гражданская жена и двое детей. Женщина нигде не работает и воспитывать детей у нее просто нет денег. Журналистам признается, все, что с ним случилось, роковое совпадение. Это был несчастный случай, вы знаете об этом. Как она может измениться? Суд не внял просьбам обвиняемого и Эдуарда Крауза отправили снова в следственный изолятор. На ближайший месяц. Необходимо выполнить требования, в том числе выполнить требования ст. 217 Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. То есть ознакомить с материалами уголовного дела и направить по следующему прокурору и в суд. ЧП в Копейске. Там, на частной нефтебазе вспыхнул пожар. Загорелся бензовоз. Погиб его водитель. Просто проезжал мимо, увидел, что горит бензовоз, там, резервуары, открытым пламенем горело все. Вот. Позвонил на пульт 112. Вызвал сотрудников МЧС. Руслан Казимов сам сотрудник пожарной части, но на этот раз рядом с возгоранием оказался совершенно случайно и сразу понял, что ситуация непростая. Возгорание нефтепродуктов всегда приравнивается к пожарам особой сложности. Вода в этом случае неэффективна. Применяется специальная пена, которая закрывает всю поверхность горения. На этот раз пламя удалось потушить, но при этом погиб 40-летний водитель бензовоза. Предполагаемая причина пожара послужила нарушение технологического процесса, материальный ущерб и виновные лица в настоящий момент устанавливаются. Проводится проверка совместно с полицией. Не смог открыть дверь и погиб. Житель Магнитогорска стал жертвой крупного пожара в садовом товариществе. Мужчина проснулся от запаха гари, но спастись из огненной ловушки не успел. Клеющие бревна, пружины кровати и одежды – это все, что осталось от садового домика. Здание вспыхнуло в час ночи, когда хозяин домика спал. По словам пожарных, мужчина пытался вырваться из огненного плена, но входную дверь заклинило. Житель Магнитогорска погиб, задохнувшись угарным газом. Мужчина был обнаружен уже мертвым, то есть личность его пока установить невозможно. Пожар был очень сильный, сейчас ведутся следственные действия. Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительным данным, произошло замыкание проводки. Пассажиры не мешали врачам московского аэропорта спасать Артема Чечикова. Об этом в зале суда сообщил адвокат семьи погибшего, основываясь на заявлении нового свидетеля. В показаниях Судиковой Алены Игоревны четко указывается, что сотрудники медицинского пункта аэропорта Шереметьево не делали никаких попыток, чтобы подойти к Чечикову. Могу добавить, что Лукьянов Валерий Геннадьевич не препятствовал тому, чтобы они подошли к Чечикову. Адвокат семьи читает протокол допроса свидетеля, пассажира самолета. Ни бортпроводник, ни пассажир-врач-реаниматолог не мешали фельдшеру аэропорта оказывать помощь Артему Чечикову. Напротив, еще в воздухе делали искусственное дыхание и массаж сердца. Представители московского аэропорта не согласны с этим утверждением и по-прежнему отказываются платить компенсацию более 10 миллионов рублей. Заседание продолжается весь день. Зачитывают 6 томов уголовного дела. Чем закончился процесс, расскажем завтра в программе происшествия. Спрятал под свитер и взял на руки ребенка. А так посетитель магазина бытовой техники вынес из торгового зала ноутбук. Кража попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подходит к стеллажу с ноутбуками. Несколько минут рассматривает технику, потом хватает один из ноутбуков и прячет под свитер. Участником преступления стал и годовалый сын похитителя. И мужчина прикрывает краденое и, как ни в чем не бывало, выходит из магазина. Ущерб 25 тысяч рублей. Если кто-то узнал преступника, просьба обратиться в полицию. Если у вас есть интересное видео, звоните телефон прежний 8 800 574 50. Встретимся на УТВ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова